Собрать ребенка в школу занятие финансовое и трудозатратное, а в некоторых случаях даже невозможное. Речь идет о семьях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Управление социальной защиты населения старается сделать так, чтобы День знаний ежегодно оставался для всех без исключений праздником, а у школьников было все необходимое для учебы. В участковой социальной службе у нас на патронаже 158 детей, которые проживают в семьях, но находятся в трудной жизненной ситуации. Этим детям традиционно мы благотворительно привлекаем наборы первоклассников, портфели собираем. И, конечно же, стараемся, чтобы каждый ребенок получил новый портфель и школьные принадлежности к новому учебному году. В особой заботе нуждаются и дети, оставшиеся без попечения родителей. В социально-реабилитационном центре «Преображение» пять первоклассников в этом году с нетерпением готовятся к праздничной линейке. У них, конечно, позитивное настроение, они с настроением ждут этого дня, с нетерпением. Они подготовлены, с ними занимались социальные педагоги. Конечно, социальные педагоги будут сопровождать их на линейку праздничную, их поддержать, создать максимальную праздничную атмосферу. Детки учили стихи к празднику, песни. У них очень позитивный настрой. Подготовились в «Преображении» не только ко Дню Знаний, но и к встрече первого заместителя председателя Мособлдумы. Мы пришли не с пустыми руками. Мы подарим вам ранцы, с которыми вы будете ходить. Они тоже не пустые, эти ранцы. В рюкзаках вся необходимая для занятий канцелярия. Но содержимое новеньких портфелей ребята изучат чуть позже. А пока чаепитие с горячими пирогами, беседы о предстоящей учебе, стихи и песни о школе и ответные подарки. Зная, какое внимание вице-спикер уделяет вопросам экологии и благоустройства в округе, воспитанники центра подготовили ему рисунки на тему «Мой парк в Мытищах». Хотел особое слово благодарности сказать людям, которые работают в нашем центре «Преображение». Они большие герои и каждый день делают колоссальную, сложную, но нужную этим ребятам работу. Праздничное настроение от приезда гостей и подарки получили и те, кому в школу еще рано, и те, кто уже отлично знаком с контрольными оценками. В этом доме, как в большой семье, радости общие. Пока малыши при деле, первоклассники рассматривают, что же они возьмут с собой на уроки. Пенал, книжки, ручки, четвертки, фломастеры, книги. А игрушки должны там быть? Нет. Очень серьезный настрой и у этих будущих одноклассниц, которые определились, зачем им необходимо идти в школу. Чтобы учиться, чтобы знания знать, чтобы хорошо, чтобы ходить, работать и чтобы очень умными были. После насыщенного летнего отдыха в оздоровительных лагерях успели соскучиться по школе и ребята постарше. Скучаю по своим одноклассникам. Хочется поскорее увидеть своих учителей. У тебя есть любимые учителя? Да. По какому предмету? По математике. Не по годам взрослые и мудрые эти мальчишки и девчонки хорошо знают, что важны и красивые портфели, с которыми они пойдут в школу уже на следующей неделе. Но главное – серьезный настрой на учебу. Поэтому в преображении есть правила, которому придерживаются весь год. Старшие поддерживают и помогают младшим. Я буду счастлива за некоторых, если они будут каждый раз просто улыбаться в школе, когда приходить туда, будут общаться со всеми. Надеюсь, у них вот с первого дня появится очень много-много друзей. Желаю, чтобы с удовольствием ходили в школу, чтобы набрались много знаний ценных, которые им пригодятся в жизни. И чтобы все у них в жизни сложилось очень хорошо. Я буду счастлива видеть каждого из них успешным в жизни человек. Дарья Линская, Денис Петров. Информационная программа «День». Спасибо. Продолжение следует...